Ребят, этот ролик начинается очень неожиданно, и сейчас я иду смотреть тачку. Одну из трех в Москве, которые вообще есть. Это... Воу-воу-воу, стоп! Вы думаете, почему такой сумбур? Сейчас объясню. Во-первых, таких тачек всего три в Москве. Владелец этой тачки ждал ее по предзаказу целый год, а теперь ее вообще невозможно никаким образом купить. И еще эта машина мега обкастомизирована до неузнаваемости, и теперь она выглядит на все свои бабки, а даже еще и больше. Короче, вот то чувство, которое у вас сейчас внутри, сожмите его, держите, и с таким чувством продолжайте просмотр этого видео. Погнали! Офигеть! Просто офигеть! Вы только посмотрите! Посмотрите на эти катки, на этот цвет, на эти формы. Это же вообще не похоже на американца. Ну вообще, поставь сюда куракан. Вообще он просто потеряется, просто потеряется. Вау! Артем, ты создал просто произведение искусства. Это Артем, владелец тачки. Всем привет! Каково себя ощущать вообще владельцам машины, которых всего вот три в Москве? Непривычно. Больше боюсь ремонта. Что будет, не знаю, но тачка офигенная. Своих денег полностью стоит. А сколько, за сколько ты ее покупал? 15 миллионов. 15 миллионов! Офигеть! И сколько в ней сил? 600 и на пике 700 пишет. Насколько я знаю, она не всегда была в таком цвете. Она приехала тебе в другом цвете, да? В ужасном стоке приехала на 19-х маленьких дисках, одношироких, в красном цвете. Сейчас она в эксклюзивном зеленом, с дисками, с собственным дизайном, с моим. Дизайн, короче, надо вставить, потому что это вот реально то, что стоит подметить в этом машине. А цвет был такой, типа Гусейна, и ты захотел его поменять, чтобы это был твой кастомайз такой, да? Открывается, вот, смотрите, у нее здесь такая фальш, типа, ручка, и здесь такой аккуратненький, просиликоновый такой, не знаю, держак. Прикольно. Короче, люди просто засматриваются на эту машину дико. Вот, даже мужичок на рейдж-ровере засмотрелся, у него водитель есть. Какая красота. Да, там еще консоль такая внутри. Я вас даже не знаю. Наверное. Блогерша, которая машина затирала, там, на ключ-включ вчера смотрел, да? Вы знаете, что я, да, машину лишилась только что, поэтому присматриваю, но... Было дело, было дело. Ты, именно ты, досматривай до конца это видео, потому что именно твой совет мне понадобится в конце. Блин, здесь бы идеально сели номера, типа LA, какой-нибудь надпись еще BDS, и вообще, вау, это было дико круто. Так, хорошо, рассказывай, как ты ее вообще взял, как ты ее купил? Ну, изначально зародилась идея создать топовый кортедж, которого еще не видела Москва и Россия. И я очень долго выбирал машину, выбирал между Aventador, Ferrari F8 Tributo, но они стоили уже на тот момент за 40 миллионов, и как бы жалко было отдавать за обычную... Ну, за обычную, за просто тачку, очень много денег. И я увидел у своих коллег в США, у рэперов Corvette. И там, на самом деле... Сначала я проверил цену, он стоил 100 тысяч долларов всего лишь, а на тот момент это было 7 миллионов. Это очень мало. И я начал узнавать, как ее привезти. И тут, конечно, блин, я увидел, что машина будет не 7 стоить, а 15 почти. 14,8 она вышла с растаможкой, со всеми документами, переплатами, фи, таксами. Но все равно это выглядит тачка на 15 лямов. Она полностью стоит даже 15 лямов. И я не жалею, что ее взял. Ну, на самом деле, я сейчас понимаю, какого американцам, которые покупают тачку реально за 100 тысяч баксов... В 16 лет тачку можно купить уже эту и кататься на ней. Мне кажется, вы не до конца понимаете, насколько трудно вообще эту тачку достать. Давайте разложим по фактам. Первый факт. Эта тачка стоит всего 100 тысяч долларов. Вы представляете, вы покупаете такой суперкар за 7 миллионов рублей. Это же просто вау. Второй факт. У этой тачки нет официального представительства в России. Соответственно, вы заказываете ее у каких-то посредников, которые приводят вам ее из-за границы, из-за океана в Россию. И вся эта бумажная волокита, вся эта документация, растаможка, это не то, что половина машины там стоимость, как обычно это бывает. Это еще одна такая же машина сверху. И еще хвостик этой тачки. Это очень много. И третий факт. В связи с нашими международными отношениями, сейчас эту тачку вообще никак не заказать. И то есть даже если у вас будет эта пачка денег на руках, вы никоим образом не сможете просто взять, сказать какому-то чуваку, агенту, вот держи, хочу машину, привези. Так не получится. Чтобы эту машину сейчас иметь на руках, вы должны подождать минимум год, а может быть и полтора, а может быть и два. И как, допустим, это было у Артема, который заказал ее тогда-то, и ее должны были привезти 31 июня, а привезли 31 октября. В итоге он думал, что он будет ездить на ней целый сезон летний, в итоге не отъездил. Дождался октября, ее привезли, и она у него просто погрязла в его подземной парковке на почти полгода. Но зато за это время он смог ее переобуть, переодеть, и теперь она такая красивая и выглядит, ну, как что-то между SF90 Ferrari и Huracan Evo Lamborghini. Короче, какой-то такой гибрид невероятный. Но просто представьте, что для Америки эта тачка просто невероятная. Типа ты подросток, вот представь ты, сейчас, который смотрит это видео, 16-летний подросток, у тебя только появились права, и ты хочешь себе тачку. И ты садишься за этот Stingray, и просто твоя жизнь только что удалась, все, ты просто откусил самый лучший куш. Я тебя поздравляю. А сейчас мы возвращаемся обратно к видео. Какие вообще особенности есть в этой тачке? Самое главное, тебе не надо снимать крышу руками, не надо в дождь идти, там, когда дождь наступил, не надо с багажника ее доставать и вставлять. Здесь есть кнопочка. За 15 миллионов она должна как бы сама это делать, наверное. Она просто становится каким-то реальным. Трансформером. Да, просто бамблби такой в реальной жизни. Блин, очень круто, я прям вижу, что ты как будто в капсуле сидишь. Мне очень интересно посмотреть, как я вообще буду смотреться за рулем. Давай. И насколько это удобно. Давай, поехали. Здесь нет, во-первых, привычной ручки двери. Ты должен открывать дверь вот с этой кнопки. То есть она вот такая маленькая. Это так прикольно. Я залезаю. Посадка очень-очень удобная. И даже я там, мы с тобой разного роста, но я сижу и вижу все, что мне нужно. И ты тоже сидишь и не упираешься там головой в крышу. А руль скошенный, вот еще бы чуть-чуть, и это был бы руль от Tesla Model, какой там, Plate. Кожа, видно, что она качественно сделана. Здесь еще стоит акустическая система Bose или Bose, как многие говорят. Она сразу видно, что там это Audi. Но здесь какие-то тоже есть элементы, типа напоминающие другие тачки, но это по минимуму. Я поражаю, сколько здесь кнопок. Вот тут кнопки, тут кнопки. И причем все управление идет не с консоли, которая есть здесь. Она вот такая протяжная. А? И она, да, она физическая. Очень прикольно. Ну, звучит он на 15 лямов, я тебе так скажу. У меня дико прят от этой машины. Я прям кайфу, когда смотрю на нее, вот у меня чувство эстета внутри ликует. Вот всеми фибрами души. И на самом деле она мне даже больше нравится снаружи, нежели внутри. Не знаю, это из-за красного цвета или нет, но так оно есть. На самом деле, почему это видео началось очень внезапно. Я прям влетела в кадр, и вдруг C8, причем тут C8, у меня никогда американцев вообще не было на моем канале. А все потому, что я сегодня буду рассказывать о пра-пра-пра-пра-прадеде, прадеде вот этой тачки. О корвете C3. И прямо сейчас мы поймем, в чем разница их поколений. Прямо сейчас я выдвигаюсь к Вадиму. Кто такой Вадим? Многие его знают по Дубровскому синдикату. Он хорошо разбирается в тачках. А мне в моей ситуации очень нужен хороший советчик, потому что я без машины. Мне нужна тачка, и я хочу спросить у человека, знающего, какую мне машину купить. Тем более, он купил себе корвет C3, и я хочу сравнить корвет C8, корвет C3. Идеальная комбо получается. Ну что, отвинем? Без лишних рассуждений, ребята, вы же все поняли. Позади меня стоит настоящий Бэтмобиль. Он такой, с цвета снежка, сладкого такого напитка. Ну, кстати, именно эта машина была прототипом Бэтмобиля. Серьезно? Да. И Делориана, по-моему. Не Делориана. Ее разрабатывать должен был Делориан, но он вот как раз в тот кипиш ввязался, и его с компанией Chevrolet просто поперли. И ее уже проектировал другой человек. Офигеть. Да, блин, короче, самое главное, что она прямо перед нами, и я в афиге от того, что ты купил эту машину и всадил мне почти все бабки, да? Да. Не, просто как начиналась история, ребят? Вадим хотел приехать в БГТ, чтобы там что-то установить, на Кадиллак твой, Escalade. И это все, эта вся канитет делась где-то, ну, месяца два, наверное, три. Ты такой, что я приеду? Я хотел этот CarPlay просто установить, чтобы, ну, можно было навигатор на телеке смотреть. И потом в какой-то момент, типа, Вадим мне говорит, ну, вот сейчас я должен приехать, а потом, Ангелин, я не приеду. Короче, такая ситуация произошла. Ситуация, вот, прям перед нами стоит. Вадим на этот момент купил себе Corvette C3. Да. Рассказывай, как это вообще произошло? Короче, первый раз я эту машину увидел, когда эта машина из личной коллекции Жекича Дубровского. Такой личной коллекции? Ну, а что, нет? У него там машин миллионов на сто. Это не машина, это все большая квартира, но-но. Да. Вот. И эта машина выезжает, прям, я вот еду на Кадиллаке, она выезжает на эвакуаторе передо мной, и я такой... Искрабу и безумие. Да. Я Жене такой, подхожу, я говорю, Женя, все, не продавай, я говорю, сделаю все, что угодно. Я сейчас вот на рулю бабки, говорю, ее заберу в течение месяца. Он такой, а что, говорит, рулить? Вот, давай, Кадиллак заберу просто, тебе доплачу лям и... Света? Обмен. Я даже не понял. Я говорю, давай. Она в идеальном абсолютно состоянии. Нет, есть, конечно, маленькие косяки, но... Сейчас, подожди, где-то здесь косяк пять. 36 тысяч пробегов машины, оригинального пробега 36 тысяч. А где то самое? То самое было вот здесь, я ее уже отремонтировал. Вадим! Говорил, была плохая. Вадим! Да, мы выгоняли машину без тормозов, потому что тормозали. Ну, честно, это была постановка? Нет. Ты серьез? У нас нет постанов. Это все было темно? У нас нет постанов. Он даже за сердце столкнулся. Я говорю, в синдикате постанов нет. Любой, вот я эту машину отдам, если мне хоть кто-нибудь докажет, что у нас есть хоть одна постанова, поэтому... Сейчас, ребята, просто все. А у Жеки что-то эта машина откуда взялась? Короче, история этой машины вообще такая, что, как я понял, был какой-то чиновник в Советском Союзе. Он вез эту машину. Ну, соответственно, если он чиновник и в Советском Союзе, просто так эта машина ему не досталась. Скорее всего, он что-то воровал. Это мои догадки. Вот. Потом, видимо, его спалили на то, что он воровал что-то и уехал за границу. Наверное, я не знаю. Эту машину оставил на своем пожилого отца и мать. И она стояла в гараже там лет 30, наверное. Отец за ней ухаживал, что-то ее там запускал, пыль стирал. Вот. Потом приехали какая-то команда реставраторов, ее выкупили. Она у них побыла, постояла в Вегасе. Тут, короче, после того, как... Вегасе, ты не считаешь? Встат или... Нет, нет. Это торговый центр. Вот тут, короче, были протертости. Это все уже покрашено. Тут были протертости от того, что люди вот так с ней фоткались. И вот тут царапины. Блин, ну тачка реально бомба. Я просто... Я вот буквально день назад видела C8. И вот если поставить их просто вот так вот и вот так вот науку, и там пошаманишь, потом прифотошопишь. Я могу сказать, что вот как человек, который автолюбитель, я буду всегда смотреть на эту машину. А потому что она необычная. Ну, к новым машинам все привыкли давным-давно. Там C8, не C8, ламбы, не ламбы. Вот мы с Ваней ехали вчера, ну, встретились с Зайцевым. Он на ламбе, я на ней. Ну, честно. Блин, очень интересный социальный эксперимент. Поехали так на Патрике, знаешь. И найти, короче, если ты увидишь, что девушка смотрит на твою машину, ты поймешь, что она та самая, потому что она разбирает его диктачку. Так оно и есть. Айгерин, короче, сейчас я тебе дам поумчить. Говоришь, что Stingray, C3 Stingray, что значит Stingray? Что это? Ну, вот рыба такая сковородка. Я не помню. Плава еще сковородкой, ребят. Пишите в комментариях, что это значит. Ну, вот эта вот рыба. Не летающая, но вот плоская. Блин, водомерка. Скат. А-а-а. Блин, сковородка нафиг. Если посмотреть вот так вот, серьезно, отбрасывая все шутки, то он такой плоский вначале и что-то напоминает. То есть он как бы приплюснутый. И самое смешное, знаешь что? Что типа два чувака работали над его дизайном и внутрянкой. И один чувак был за максимальную внешку, типа такая она должна быть накрученная, какая-то изворотливая, там должны были быть еще такие трубы, высокозаборники огромные. Ну, то есть вообще тачка должна была быть намного более сложная по внешке. А другой был наоборот за моторку и за максимальную там аэродинамичность. Тут столько очень странных решений. Все в машине, фары, печка, кондиционер, все управляется пневматическим образом. То есть проводов нет, есть шланги. Ты переключаешь и там... И все работает. Вообще эта тачка же появилась как первый спорткар американский от General Motors. Да, это первый американский спорткар, не только от General Motors. Это в принципе первый американский спорткар. Причем он был всегда дешевле, чем те же самые Porsche 911. Поэтому на нем гоняли очень многие. Ц1, Ц2, у них тиражи очень маленькие были. У этого тираж 409 тысяч экземпляров, если я помню. Сейчас я поумню еще. 542 тысяч. 400. 542. Уверена? Да. Ну ладно. А что, прокатимся? Конечно. Прыгаем, короче. Черная ручка, ее вниз тяни. Окей. И просто наверх крышу. Хоп. И на себя. И все? Да. И это все, что спасет тебя, если тачка перевернется? Нет, тут вот эти усиления же. Вот именно этими руками ты просто берешь, вот так вот поднимаешь крышу, вот так ее убираешь назад, и у тебя едет крыша. Она едет с тобой сзади, понимаете? Что, пристегиваться надо? Она пищать будет? Какой, какой? Сюда она пищать будет? Называется миссия задолбать Вадима с фразочками из этого. Из современных машин. Да, да, да. Единственное, что, с чем я могу сравнить, это 190 SL, на котором я тоже ездила. Это моя мечта. Просто если мне сейчас все мои машины, кроме BMW, обменять, предложить на 190 SL, я даже думать не буду. И секунды думать не буду. Я обожаю Мерседес, а тем более 190 SL. Но я на ней выезжаю очень редко, потому что, вся суть, не потому что, как бы, мне там машину жалко и так далее. Нет, как бы ее, на нее есть все запчасти, в случае, если что-нибудь трыгнет, я просто заказал, она приехала и поменял. А как на нее есть все запчасти, если это тачка 79-го года? Американцы. Вот в этом кайф Америки. На Европу, вот у меня есть BMW, на нее вот жопа как тяжело найти запчасти. На корвет, просто щелчок пальцев, заходишь на сайт, заказываешь. Много, кстати, кто владеет в Москве? В Москве, ну, человек, наверное, 7, я думаю. Ну, по крайней мере, которых я видел. Слышишь, какая-то будет лютая сходка, если вы там берете где-нибудь, там, в центре Москвы, такой променадом таким, по садовому кольцу поедете. Мне кажется, больше людей будет смотреть на вас, если вот вы одновременно с Парадом Победы выйдете, то на вас будет больше внимания обращено. И давай посчитай, за сколько секунд он закрывает, открывает окна. Раз, два. Где-то 2,5 секунды у него уходит на то, чтобы закрыть и открыть окно. Да. Вот там было ДТП, дверь надо менять. Но я не могу дверь заказать, потому что просто, ну, сейчас из-за политической ситуации. Я думал заказать в сборе дверь с Америки, но сейчас невозможно просто-напросто это сделать. Мы хотели только что поиграть в игру, я угадывала бы, сколько в этой тачке лошадей, но Вадим сам не знает, сколько мне. Я сам не знаю, сколько мне. Что-то там 200 с хреном. Ну, окей, самое главное, чтобы 8. А вот это вот, это такая, адронный коллайдер маленького размера. Нет, это просто кастрюля на простонародье. Что же у тебя все в кухонной... То там сковородка, то кастрюля. Это корпус воздушного фильтра, но в простонародье он называется кастрюля. Ага. Вот, это карбюраторный мотор. Тут стоит карбюратор, как на Жигулях, абсолютно идентичный. Единственное, немного поумнее, он автоматически включает подсос. Вот, все, а в остальном прям зилок-зилок. На подсосе, короче. Да, у него прям зиловский мотор. Один в один. По технике один в один. Как ты думаешь, это они, американцы, слезали у нас или мы слезали у американцев? Я думаю, все-таки наши с американцев слезали, потому что они такие моторы с 60-х делали. Я знаю, когда я изучала американскую историю тачек, что в этих тачках еще очень опасно попадать в аварии, потому что, типа, у тебя весь движок, обычно движок при столкновении прямом, он как бы вниз уходит и как бы проходит у тебя под ногами. А тут он фактически весь заезжает в салон, и вот рейка рулевая, она просто оказывается... Она тебе выламывает грудную клетку, да. Неприятно. Вот. И еще один интересный нюанс. Если я тебе скажу, что эта машина среднемоторная, ты мне поверишь? Ты что, думаешь, у меня глаз нету, что ли? Вот смотри, эта машина среднемоторная. Да не! Да, объясняю почему. Когда двигатель находится за передней осью, вот ось колес, вот двигатель, это является среднемоторной машиной. То есть, если расположение двигателя заднее, и она находится за осью задних колес, то это тоже среднемоторная машина. То есть, даже если у нее движок был вот, типа, вот здесь вот? Да, здесь, но за осью вот здесь, как бы. За осью задних колес. Офигеть. Короче, у нее такая же компоновка, как у AMG GT, потому что у него тоже вот такая вот огромная выступная штука. Офигеть. На самом деле, Вадим, я встретилась с тобой, чтобы, как с настоящим человеком, который вот как раз автоподборщик, посоветоваться. Как искать тачки такие... Короче, я хочу купить себе тачку. Следующую. Ты меня используешь, я понял, ладно. Что-нибудь уродливое, контентообразное, до лям рублей. У меня такого полный гараж, поехали в мастерскую. Что, за сколько доноров продаешь? Ну, за 150 тысяч кабанатного забирай. Если вы хотите смыться из страны и быть незамеченным, то никогда не пересекайте границу на этой тачке, потому что на этой машине просто остаться незамеченным невозможно. Она привлекает столько внимания, все головы сворачиваются, глядя на нее. Ну, на самом деле, я не знаю, что посоветовать по поводу до ляма. А что ты меня видишь? Давай так. Мне просто не... Честно, тебе вот такая тачка очень идет. Прям вообще, ты прям сел, и я такой, да ладно. Очень круто. Вадим, ну, ты же ценитель прекрасного, правильно? Да. Ну, может, ты мне просто и товарезу дашь там. Все, напряглось сразу, жим-жим, да? Нет. Какие три модели вот ты посоветуешь мне для поиска? Слушай, я не знаю, прям, да ты меня прям поставила немного в неловкую ситуацию. Я не могу вот сходу сказать три модели. Я абсолютно серьезно, это не прикол. Я сейчас ищу свою новую тачку так же усиленно, как Немо искал своего отца. И мне нужен ваш совет, какую мне взять машину до миллиона. Пиши твой комментарий. Я буду считать с особым... Короче, я буду считать все комментарии. Я надеюсь, что там будет что-то реально дельное, ребят. Давайте, газуйте. Только отец искал Немо, а не Немо отца. Немо тоже искал своего отца? Ребят, Немо же искал своего отца? Кой, что ты мне тут огородишь, а? Задача первая, самая приоритетная, это контент. Это сделать что-то, типа, купить такое, что люди офигеют. Но не с того, что только машина вот, она с нее офигевает. Знаешь, в сочетании со мной. То есть я такая девочка Барби-припевочка, и я покупаю эту тачку, и они такие, типа, чего? Ну, типа, вот ты знал, что я купил себе Н5-Е60. И ты такой, еб... Это что такое? Я на самом деле, когда узнал, я охренел. Ну вот, то есть реакция человека. Я катался на М6 Кабрио. Того же кузова? Да, это, ну, Е63 кузов. Это, по сути, та же самая М5, та же самая начинка, но просто кузов много другой. Как она едет, прикольно. Да. Ну вот прям у нее своя харизма какая-то есть. Она прям, знаешь, такая, прям вот эти передачи, которые она закан... Тормоза вот эти... Крыша снята, мы едем по Мкаду, я сижу на пассажирском сидении, я схватился вообще за все, что угодно, и впереди нас возникает машина. Ну, я думаю, все, пи***, все, думаю. Кранты. Кранты. И он просто берет, нажимает тормоз, а она спокойно оттормаживается. Как будто так и должно быть. Как эта машина это делает, я не понимаю. Вроде как бы старое говно, по сути. Да? Вот. Да, старое говно. Тоже черная дырка, в которую ты влюбаешь. Да, 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 да. Очень знакомая история. Ну, короче, давай просто вот три модели вот на это. Нерастаможенный Smart Brabus взять растаможенный кабриолет, собрать с них одно, и получится прям булочка-пушечка. 140-й Мерседес. А лучше всего 600-й. Просто стоит у него в мастерской. Вообще-то. Вот. Паршуны. Сюда, вот как тарк, боксер какой-нибудь. BMW, я п***ю, кабрио. Но она чуть больше ляма будет, я думаю. Я думаю, она двушечку будет стоить. Но вот я на нее прям смотрю и думаю, какая что-то красивая. Или 34-ку. БМВ и 34. Я 34-бмв, купить какую-нибудь подушатанную, главное, с хорошим кузовом, и собрать из нее очень классный проект. Принцип понят. Вадим, спасибо тебе. Пожалуйста. Серьезно, Коль, подойди сюда. Коль, просто посними. Вот мой угол обзора, и я вижу вот чисто, как идет подсказ вот это вот его крыло. Заканчивай. Просто пипец. А, наверное, мы когда слетели, аккумулятор слетел. Сейчас. Ну, просто аккумулятор слетел, нормальная тема. Все, все, все. Ну что, с вами был Корвет С3 и Ангелина. Оценивайте это видео, ставьте свой палец вверх и пишите комментарий. А мне предстоит долгий путь по поиску моей следующей ласточки. Погнали!